Как прожили этот год и какие перспективы на будущее, спросил у местных бизнесменов замгубернатора региона. Сразу два предложения изменить федеральные правила. Мы строим офис и берем гигантский кредит, причем я уже заложил все, и машины, и квартиры, и жену, чтобы закончить это дело. При этом у нас на счету уже несколько лет, ну по другому слову я не подберу, болтается 10 миллионов ОМСовских денег, которые мы не можем. То есть деньги, полученные от оказания бесплатных услуг населению, мы не можем инвестировать в развитие бесплатных услуг населения. У владельца кузницы один из наболевших вопросов. Система конкурсного отбора подрядчиков не позволяет зайти на рынок людям, у которых главный принцип работы – качество. Сибестоимость этой оградки, то есть одного ограждения, 25 тысяч. Я забрал. А он сделал за 15. Ну что, воткнул-то он туда в флот. Надо какие-то рамки ввести в эти тендера. Позорят нас, узнецов. Там есть ограничение, что если стоимость больше 25% вниз, то, соответственно, там надо обоснование, спецификацию отдельно по любому услуге и по товару, по которой надо доказывать этому поставщику, что он может сделать ту работу-услугу за меньший день. Фермер Пушкарев тоже удивлялся. Еще 15 лет назад округ ввел субсидию на килограмм произведенного мяса 60 рублей. С тех пор цены на бензин, корм, электричество выросли в разы, а субсидия не только не поменялась. Со следующего года снизится до 35 рублей. Дешевле делать пельмени из завозного аргентинского мяса. Самое страшное – вы постоянно меняете правила игры. Я понимаю, что чиновники должны чем-то заниматься, они зарплату получают. Поэтому пишите, пишите. Вот сейчас любой со мной предприниматель согласится. Невозможно работать из-за ваших частых смен правил игры. Николай Мелькис предложил фермеру написать инициативу по изменению региональной программы. Все озвученные проблемные вопросы собираются обсудить на уровне правительства Югры. Наталья Платонова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Поэтому в связи с этим.